Бывает и зажимает втроем. Вынужденный бросок задевает кольцо мяч. Можно играть, вытаскивать можно, можно играть. А вот пасты не прошел. Это уже третий такой блок. Хорошо, хорошо, хозяева работают здесь. Решили успокоиться. Вот 10 секунд разогрешил. Нет, Ковбар добивает этот мяч. По правилам центрового, двумя руками надежно и четко. Вот, кстати. Избрали такую расстановку сейчас. Пока это два лидера. Увеличивается разрыв до 14 очков. Серьезный разрыв, но немножко подсокращает. Опять зона вся открыта. Посмотрите, вот только центральный игрок входит туда. Как говорится, все для тебя. Занимай любую позицию и получишь передачу, можешь играть. Пятнадцать номер появился у Реал Мадрида для Батиста. Пятнадцать семь берегей, Эфис. Ну, я уже вот с этой камеры прекрасно видел. Опять все-таки жарю. Преждаю жарю, если прошу прощения. И команда Реал Мадрид изобрела вот эту тактику все-таки игры на периметре. С освобождением зоны. Фармер. Лидер команды. Это именно, что около пятидесяти процентов результата он делает военочку. Мяч засчитан и еще бонусный штрафной. Барыч получает персональная останка. Барыч первое персональное замечание. О игроках, которые находятся в топовых позициях в Евролиге, в топ-16. Не сдерживают пока эмоции турецкие воркетболисты. Это может сыграть с ними злую шутку. С Реал Мадридом так шутить нельзя. Но это был вынужденный бросок. Владение заканчивалось.